В пиво входит только четыре компонента. Хмель, солод, дрожжи и вода. Давайте посмотрим на этикетку. В составе этого пива есть кукуруза, а здесь мальтозная патока. Все это – несоложенные материалы, или так называемая несоложенка. Несоложенные материалы – любые примеси, которые добавляют в пиво при варке сусла. Пивоваренные компании, находящиеся на территории России, производят пиво с заменой солода на несоложенные материалы и с применением ферментных препаратов. То есть они отступают от классической технологии производства пива. Некоторые производители добавляют в пиво несоложенку, чтобы сэкономить. По их мнению, это выгодно, ведь она в 3-4 раза дешевле солода. А чтобы напиток начал бродить, в сусла кладут синтетические ферменты. Ферменты. В пивном производстве – это вещества-катализаторы. Запускают и ускоряют процесс брожения. Для чего это делается? Делается для того, чтобы получить больше прибыли. Так как килограмм зерна стоит 2 рубля. Это зерно требуемых кондиций для солодаращения. А зерно, которое было худшего качества, нужно было по рубль 80 купить, и дешевле можно было найти. Для сравнения с солод стоит 6 рублей. Эта фотография сделана на одном из пивзаводов. Это «Новазим» – классический ферментный препарат. Обратите внимание на значок «Опасное вещество». А теперь посмотрим описание этого препарата. Получен с использованием генетически модифицированных микроорганизмов. А если ферменты эти приходят в организм человека в жидкой форме, с пивом, то есть нарушается, я думаю, полностью весь баланс тех ферментов, которые уже содержатся в желудочном соке, в слюне, в организме человека. Многие пивовары с этим не согласны. Они считают, что ферменты пиву не вредят. Это сильно зависит от урожая. Урожай 2009 года, к счастью, был очень хорош. Но лето может быть дождливым, и тогда мы используем их. Это тоже натуральные вещества, и они не остаются в готовом пиве. По закону, производитель не обязан писать на этикетке, есть в пиве ферменты или нет. Определить это можно только по косвенным признакам. Прочитайте состав напитка. Если в нем перечислены и ячмень, и пшеница, и кукуруза, и мальтозная патока, значит, в пиве много несоложенки. Возможно, при варке этого пива применяли ферментные препараты. В Германии пивом может называться только классический напиток из солода и хмеля. В России закона о пиве нет. ГОСТы устарели. Каждый завод варит пиво по своим техническим условиям. Сейчас в Госдуме обсуждается новый техрегламент на пиво. Его должны принять в ближайшее время. Пенный напиток из зерна и ферментов совсем скоро могут официально признать пивом. Если такой закон примут, недобросовестные производители смогут варить напиток из несоложенки с ферментами. И с полным правом писать на этикетке пиво. Значит, следующий на очереди – это замена хмеля. Хмель очень дорогой. Очень дорогой. Арматические, горькие сорта хмеля. Их же тоже можно заменить на искусственно, на синтезированные горькие вещества. Известный факт. Настоящее светлое пиво должно иметь благородную горчинку. Ее дает хмель. Чтобы сэкономить, некоторые пивовары кладут меньше хмеля, чем нужно. А чтобы пиво горчило, добавляют в него ароматизаторы. По вкусу напиток получается почти таким же. Только это уже не совсем пиво. Субтитры сделал DimaTorzok